Хорошо. Наша новая тема – это ОДУ типа Бернулли. То есть в первую очередь мы начали решать уравнение первого аппарата, линейное. А сейчас наша задача просто изучать, то есть не линейное уравнение первого аппарата, мы не умеем решать, я имею в виду в общем случае, аналитически, то есть не умеем находить решение, общее решение в терминах аналитических функциях, в общем случае. Так что тут рассматриваем некоторые классы таких уравнений, которые мы можем решать. В прошлом занятии мы видели нелинейное уравнение первого аппарата, однородное. Сейчас будет Бернулли, их тоже мы умеем решать. Уравнение типа Бернулли имеет вот такой вид. y' плюс 5x, y равняться 4x, y в степени n. Это уже не линейная функция, потому что тут степень n. А n должно быть отличным от 0 и 1. Это почему? Ну иначе оно просто будет. Оно насылается другим гидром. Хорошо, а если n равняться 0, это что будет? Нет, если единица, то это разделяющаяся. А, нет. Да, да, правильно. А если 0? А если 0, то это тоже. Онородное. Онородное? Нет, нет. Если 0, это все уходит, это единица. А это что же уравнение? Это линейная первая аппаратка. Мы можем решать по алгоритму. То есть, если n равняется, это линейная первая аппаратка. А если n равняется 1, то у нас есть разделяющаяся с первыми, как уже говорили. То есть, и то, и другое мы умеем решать. А как решаем, в общем, слушай, когда n отличная от 0 и 1? Давайте посмотрим. То есть, есть вот такой алгоритм. Первый шаг. Давайте красный маркетер. То есть, делим на нелинейный термин. Делим овы шаг на y степень n. Делим... Давайте нумерацию, вот это уравнение номер 1. То есть, делим 1 на нелинейный термин, на y степень n. И получается, у штрих плюс п от y штрих делит на y степень n. П от x, у делит на y степень n равняется q от x. Или эквивалентно... y штрих умноженное y степень n плюс п от x, y степень 1 минус n равняется q от x. Это первый шаг. Второй шаг. То, смотрите, то, что получается здесь, как коэффициент 5x. Вот эту штуку... Ой, это вроде зелёза, но что вроде бы... Вот эту штуку здесь. Ставим u. Да? Ставим... u, это новая функция, это y степень 1 минус n. И переписываем наше уравнение на языке u. Чтобы на языке u, надо тут найти, чему равняется y штрих. Нужно дифференцировать один раз, да? Как дифференцируем? U штрих, чему будет равняться? 1 минус n? Да. Умножить на y штрих. Минус n? Все. На y, n. Хорошо, умножить на y штрих. Шаг номер 3. То есть это уравнение 1, это уже номер 2. Подставляем... Подставляем... Подставляем e u, e u штрих на уравнение номер 2. Ну, смотрите, тут у нас есть вот этот термин y штрих умножить на y степень минус n. И это уже появляется здесь, да? Знаешь, что решаем отсюда. Получаем что? Получаем, что... Вот это термин, который мы хотим поменять, то есть y штрих умножить на y степень минус n. Будет вот это 1 делить на 1 минус n умножить на u штрих. Да? Делить на 1 минус n всегда можем, потому что n отлично от единицы. Знаешь, что будет здесь? Будет вот это-то что? То, что мы написали там. 1 делить на 1 минус n. 1 делить на 1 минус n умножить на u штрих плюс p от x умножить на что? Это то, что мы назвали u. Да? На u равняется q от x. А это что такое? Да. Да, хорошо, но это что? Линейная первопорядка. А это... Линейная ОДУ... Первопорядка. Так что мы умеем решать вот это уравнение по алгоритму, да? Шаг 3. А, шаг 4, спасибо, да? Находим общее решение... Какое уравнение? Ми это второе, пусть будет третий, да? ОДУ-3. А это как выглядит? То есть, какой вид имеет общее решение? Это будет какая-то функция, да, которая будет зависеть от x и от одного параметра. Но иногда, иногда, иногда просто мы не можем писать в этом виде, и будет у нас вот в таком виде, да? Но давайте тут f маленький, напишем. То есть, в принципе, в общем виде, общее решение видно и так, то есть f, какая-то функция от u, от x и c, да, равняя с олю. И иногда можем решить для u и получить вот такое выражение. У вас была такая теремия в матанализа, да? Что никогда они явные функции, как называется? Теремия, они явные функции. Иногда можем решить, иногда не можем. Хорошо. И решаем, знаешь, что шаг 4, мы не хотели найти u, мы хотели найти y. А y откуда найти? Вот, отсюда. Шаг номер 5. Находим y из этого соотношения. То есть, если u это y степени 1 минус n, чем будет равняться y? Ну, отсюда, в терминах u. Да? Это u степени... Ну, да. У степени 1 делить на 1 минус n, да? Ну, понятна идея, как решаем? Ну, единственное, что надо сделать, это, конечно, шаги, это не надо запоминать ничего. Единственное, что надо запомнить, что делим на y степени n, и то, что появляется здесь, ставим u. А потом все остальное по пути это очень легко восстановить. То есть, получается уравнение линейной первой парадки для u. Вопрос есть? Давайте сделаем пример. Прямо сесс. Спасибо. Первый пример – найти общее решение. Это видно? Этот маркер. Это найти общее решение. Обыкновенного дифференциала равнения – вот такого. Игрек штрих плюс один делит на икс. Игрек штрих плюс один делит на икс. Игрек. Равно икс квадрате умножить на игре квадрате. Игрек штрих плюс один делит на икс. Не линейный, но, икс. Он имеет вид, который может решать. Это типа Бернули. Это меняет всё. хорошо в понте что делаем до берем вот эту штуку нелинейный термин это уравнив один делим уровне номер один на игре квадрате а что получим местные игре квадрате или умноженное игры в степени минус 2 до вот y штрих можно игр в степени минус 2 до плюс 1 делить на x тут что получше да за что y степени минус 1 равняется x квадрате на дальше что делаем вот это то что появляется здесь после этого умножения после или деления называем он на и а и 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 хорошо ставим у равняться u степени минус 1 а как деференцируем нужно игрек старик но потому что это у от икс то есть их не пишу явно но эта функция от x и дифференцирую по x на что вначале дифференцирую степен минус y в степени между но нужно игрок стресс но конечно если тут было x степени минус 1 тогда их штрих это было бы минус x степени минус 2 но шанс никто y от x стрих минус 1 до то что стали дифференцируем степень а потом это всем понятно да пошло умноженное грех всех хорошо дальше поставляем в уравнении номер два уже на подставляем но давайте тут 34 он вставляем 3 и 4 на второе уравнение будет что это что да да отсюда можно решить да то есть это выражение которое игрек минус 2 нужно игрек штрих у нас будет минус у минус у штрих а что будет туда минус у штрих дальше да это что линейный хорошо как решаем не завершился хорошо минус то есть надо в начале очень хорошо писать видео которое мы мы рассматривали на это уравняю 4 а это 5 это линейная оду первая порядка а вирсам через можете лили а то сможете лейнером как вы говорили это р от x это есть степени минус интеграл 1 делить на x dx за что-то есть степени минус или микс на что 1 делит на x за 1 делит на x дальше да конечно но потому что сразу нас ожидаться не найти общее решение этого уравнения просто найти одну функцию на которой можно умножить и писать все это как один играл модуль это не пришел и потом буду про требуется дифференцировать эту функцию хорошо умножаем оба части да то есть уравнение номер пять на р от x это будет что то есть будет один делит на x уж трех минус один делит на x квадрате у равняется минус их за дальше как работаем дальше вот это замышаем что это один делит на x все это уравнение везде умножаем на 1 делит на x тут 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 умножили тут тут умножили все на минус 1 почему потому что линейно мы научили решать именно вот это видо y стрих плюс p y равняется q на суду если минус надо принести минус на т это будет минус x а потом интегрируем до интегрируем да они до 1 делит на x у будет минус x квадрате пополам плюс c и тут могу решить для вода а у будет минус x в кубе пополам плюс c умножить но мы не хотели найти у мы хотели найти y да а как найти y просто вернемся вот это соотношение и из соотношение 3 там у равняется y в степени минус 1 это тогда и только тогда когда y равняться 1 делит на у c минус x квадрате пополам и это общее решение да да я смотрел здесь но надо посмотреть здесь c x ну нужно их на хорошо спасибо процедура понятно сделаем еще один пример или перерыв сделать сейчас будет сколько за это да хорошо давайте я думал что даже если 33 это будет не специально хорошо давайте прямо сейчас раз уже все свежие конечно нужно найти общее решение вот это вот был а и а и 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 игрека это какого-то первого порядка не линейно и побернули знаю что мы имеем решать а как решить да но дайте вначале напишем видео которое мы знаем с by y на pdx минус y равняться корень из игрека и мы делим на эту штуку на мы делим на корр из игрека и получше что ну какая разница этот это точно хорошо солнце это хорошо спасибо хорошо делим на доставим а да еще не поделюсь что это будет y степани минус одна вторая y стрих чтобы писать меньше минус y 1 2 1 минус 1 2 будет равняться единице ставим что уровня с чего y степени 1 2 до минус 1 2 и наверно лучше все таки поставить или как делить на корень из игрек почему а нет нам просто нужно взять и ухать а мы можем просто сделать и ухать ставим просто по методу смотрите ставим ух вместо чего минус y все таки просто ухать 1 2 да вот это у всегда то что получше нет потому что какая разница на знак это в уравнение первого параха играет роль но у нас было смотреть било игрек штрих плюс п от x y умножить на y степени n да и минус n и брали только вот это 5x на 5x наплевать этот 5x на минус 1 но если даже брать ничего страшного этом слушай ничего не меняется скажу знаешь что ставим y у y степени 1 2 до значит что и ух штрих будет равняться 1 хорошо а это то что уже есть здесь да всегда так будет у нас есть вот эта штука надо решить зашла сюда надо найти y штрих умноженные решить для этого выражения и как вы говорили это 2 уж 3 значит уравнение 2 это 3 и это 4 дальше что делаем подставляем 3 и 4 в уровне номер 2 и будет что вот это 2 уж 3 минус у равняется единица это что хорошо хорошо но это линейная но это даже можно видеть как с разделяющимися переменами на это прошу даже чем линейная первая парадка 600 а как уравнение с разделяющимися перемены а как решаем их нет уравнение с и грех штрих которые слева есть функция от x и же от игрока отдельно а тут могу написать вот это смотрите как тут у x вместо этого да это у штрих равняется один плюшу пополам да тут только тоже из за что это да 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 плюс 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 конечно плюс а дальше что разделяем у и икси да как это сделать прекрасно пополам да хорошо наша элен а тут конечно надо сайт и модула равняется x пополам плюс c а как хорошо для у что избавиться от модулу как просто опустим плюс минус да да и вот это все ставим новой c большой да да знаю что если решить для у это будет у от икс будет c есть степени икс вторых минус единица на в квадрате в квадрате да а что я потерял извини да 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 я понял чтобы найти игрек на то есть это общее решение этого уравнения но мы хотели общее решение этого уравнения да конечно taught это здесь да지도 от нет энд и гранд икс это x играли Да, это x, потому что я дифференцирую от x, получу единицу. Ну, бывает, не беспокойтесь. Хорошо, как вернуться на y? На y вторая, как вы говорили, стандарт вопроса на квадрате. За что y от x будет u в квадрате, да? За что y от x будет c умноженное е в степени x вторых, минус 1, все в квадрате, да? Ну, вы уже умеете решать одну из трех стандарт с контрольной. А сколько вы видите? Хорошо. Проект уже есть? Нет. Какой еще будет, когда все три решить? Вот, либо решить все на пять, либо, ну, двойка. У него там такие на центре? Нет, я шучу. Хорошо, вопрос есть? Нет. Тогда давайте сделаем перерыв, можно тут выключить. Ань, я сделаю еще один пример, а потом этот на очереди. Тебе там послужнее. Тебе там послужнее. О-о-о-о, как я люблю. Найти общее решение. Вот это вот ДУ. То есть, Y-штрих. Нет, давайте немножко по другому обозначению, как... То есть, X-штрих плюс тангенс гиперболический А от T. Умнот на X равняется X в куме. Но тебе будет сложнее. Ну, хорошо, давайте решим. Какое уравнение? Первого порядка. Не спешим. Не линейная. Не линейная. Не автономная, да? Но не линейная, в принципе, их в общем, слушай, решать не умеем. Но это... Типа Бернули. А как решаем? Поделим на X. Поделим на вот эту штуку. На X на нелинейный термин. Вот на X в кубе. А это равняет номер один. Так что результат будет какой? То же самое умножить на X минус 3, да? Плюс тангенс гиперболический А от T умножить на X. Умножить на X в степени минус 3. X минус 2, да? Равняется 1. Дальше. Что дальше делаем? Нет, X минус 2 степени залога. Хорошо. Вот это называем U. Ставим. Ставим. U равняется X степени минус 2. А как дифференцируем? Ну, тогда у нас U штрих это минус 2, умножить на X минус 3 степени. U штрих это будет минус 2, X минус 3, умножить на X штрих. И тогда мы можем вот левое слагаемое, и X штрих умножить на X третий. Хорошо. Вот это я здесь. Решаем для этой величины. И это будет X штрих умножить на X в минус кубе, будет минус 1 вторая у штрих, да? У нас это уравнение номер 2. Это 3 и 4, да? То есть поставляем вот это в уравнение номер 2. Так что уравнение номер 2 с учетом уравнения 3 и 4 будет так. То есть вот эта штука, это минус 1 вторая у штрих, плюс тангенс гиперболистский от T умножить на что? Это U, то что назвали U, равняется 1. Это что? Ну, первого порядка, минус... Да? Ну, давайте напишем вот... Ага, хорошо. У штрих минус 2 тангенс гиперболистский от T умножить на U равняется минус 2. Да. А это, как вы говорите... Первого порядка линейная. Первого порядка линейная. Да. Это уравнение номер 5. А как их решаем? Ну, зайдем в множите ревера. Хорошо, множите ревера, чем уравняется? Экспоненты в степени минус 2 интеграла тангуса. Хорошо. R от T будет E степени. Минус 2 интеграла от гиперболистского тангуса. Прекрасно. А интеграла гиперболистского тангенса? Я тоже не помню, но давайте сделаем. То есть тангенс гиперболический, да? Это синус гиперболический. Делит на козус гиперболический от T, да? И это можно описать как D козус гиперболический от T, да? Да? Знаешь, что будет логарифм от козус гиперболический от T. Да, логарифм. Минус 2 ЛН. Там E степень минус 2 есть. Да, да, да. Кстати, да. Спасибо, да. Знаешь, что будет E степень минус 2 ЛН козус гиперболический от T. Знаешь, что минус 2 идет сюда? Как степень? Получается, что будет 1 делить на козус гиперболический от T, да? Так что вместо того умножить на ЛН делим на козус гиперболический от T. Это делаем, и будет у штрих делить на козус гиперболический от T минус 2 тангенс гиперболический от T делить на козус гиперболический от T умножить на U равняется минус 2 козус гиперболический от T. Левый от что с чем уравняется? Левый от что с чем уравняется? Это уравнение. Производное производение. Ну то есть U делить на... Это именно производное производение. То есть это будет U умножить на козус гиперболический от T делить, да? U делить на козус гиперболический от T. Все штрих равняется минус 2 козус в квадрате гиперболический от T. И дальше интегрируем по T. Я знаю, что интеграл убивает штрих, остается U от T делить на козус в квадрате гиперболический от T гиперболический от T равняется минус 2 интеграл DT делить на козус в квадрате гиперболический от T плюс C. А этот интеграл... Что? Я тут не помню. Я думал, что это тангенс, я тоже не помню. То есть тангенс, если... А, как мы сейчас тангенс считаем. Да, кстати. Да. Это... Вот это где это было? Да, интеграл тангенса. Знаешь, что это... А, нет. Это не... Нет, у нас интеграл. Интересно. Я думал, что тангенс, скорее всего. Но тангенс это штрих. Это синус гиперболический от T. Леднокожный гиперболический от T. Интересно? Да. Когда закончишь ключ, можешь взять... Я здесь буду. Я взять и вот здесь ключ, мне подниму. Да, но когда начнется, я закончу. Нет, 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 нет. Я раньше не закончу. Штрих. Знаешь, что тут будет? Синус гиперболический... Да, козунус гиперболический, да? Минус производная... А, умножить на что? Минус на козунус гиперболический. Минус... Дельнокожный гиперболический в квадрате T. Но это либо один, либо минус единиц. Это синус... Минус синус гиперболический в квадрате T. Козунус гиперболический в квадрате T. Не помните, это один или минус один? Ну, в принципе, знаете, как доказать, если что, да? Это один, минус... Да. Это один, минус 2, и есть степень 2, и есть степень 2. Да, это синус, минус... Это единица. Козунус, я провел масс-марк, это единица. То есть, это не производная... Знаешь, что это на самом деле, это тангенс. Интегралы, это тангенс, да? То есть, минус 2, тангенс гиперболический в квадрате T плюс S. Да? Сейчас, правильно. Что-что? Что мы сейчас... То есть, производная тангенса, это один делит на козунус в квадрате. Гиперболический. Знаешь, что интеграл будет тангенс. Да? Да, но в принципе, это должно быть табличный интеграл, но необычный табличный интеграл. Да. Хорошо. Ладно, разбирались. Знаешь, что решаем для У. Да? Это будет У от Т, будет козунус гиперболический в квадрате умножаем на тангенс. Козунус в квадрате на тангенс, в квадрате гиперболический, это козунус синус умножить на козунус, да? Да. Минус 2 синус гиперболический от Т умножить на козунус гиперболический от Т плюс С. Я не знаю, если это аналогично как в обычных это синус 2t, но давайте я проверю в математике. А, да-да-да, сейчас умножим. Саша интересует почему равняется... нет это она самим как есть можно тангенс гиперболюшки от м но мы не хотели найти у хотели найти и игр и или икс икс а откуда найти x хорошо у нас есть x у нас где вот соотношение вот это у будет и к степени минус 2 на что и к чему равняется минус 1 2 за что икс а т будет вот это все минус 2 синус гиперболюшки от мноς на кознос гиперболюшки от плюс с умножить на кознос в кодате гиперболюшки от и это в степени минус 1 2 это общее решение вопрос есть тогда готов решить задач на доске всегда готов как мы соберем не у меня в тетрадке нет я хотел ваш позорок пуся в тетрадке документы о это мне нравится это интересно поэтому сегодня я не помогу найти решение за нас задачу да да еще так да Ваш лектор любит водительное обозначение к заднике штриха Т, плюс Х, плюс Т на Х квадрате, равняться у ЛЮ, с условием, что Х от единицы равняться единице. Да, пожалуйста, но какую-то номерацию, пожалуйста, ну один-два уравнение один. А, ну ладно, это уравнение один. Так, хорошо, приведем к знакомому виду, типа Т на Х штрих плюс Х равно минус Т на Х квадрат, потом поделим все на Х квадрат, получим здесь типа Т умножить на Х штрих умножить на Х минус второй, плюс один делить на Х равно минус Т. Потом вот эту штуку обозначим за У. Тогда мы говорим, что у нас У – это один делить на Х, значит, У штрих – это… Что, логарифм? Нет, это же интеграл. Как это? А, это Х минус первое, это значит минус… Минус один делить на Х квадрат. Хорошо, тогда выразим еще здесь, как у нас Х на минус… А, и еще умножить на Х штрих. Соответственно, у нас вот здесь вот минус Х минус второй, то есть у нас вот эта штука есть вот здесь, но только еще с минусом. Ну, то есть, следовательно, у нас один делить на Х квадрат умножить на Х штрих равно минус У штриха. Тогда сюда мы можем поставить минус У штрих умножить на Т плюс У равно минус Т. Дальше уравнение получаем первого порядка, линейное, тогда мы можем найти этот Р. Ну, сначала мы пиши в виде, которое… А, ну да, да, да. Сначала умножим на минус единицу, тогда мы получаем, что здесь У штрих умножить на Т минус У равно Т. Ага. И вот уже отсюда мы можем найти Р, типа… Да, подожди. Чего? Это не в виде, которыми… То есть, наше… Ну, смотри, какой у нас… У штрих плюс П, У равняется У. Ага. Вот, когда там У штриха У умножить на Т. А, еще разделить на Т надо? Тогда у нас будет У штрих минус У на Т равно единица. Да. Хорошо. Теперь… Это понятно или… Слышно быстро? Ну, задавайте ему вопросы. А, в чем мы сейчас воздействуем? Потому что у нас здесь должен быть только У штрих. У конкретно. Оно из самого начала. Т умноженное на Х штрих, Т, Т, оно везде присутствовало, это Т. Правильно. Да, это не черт, а то же самое. Ну да, по сути, ты сделал то же самое. То есть, в конце должен получить, например, такое же… Минус интеграл, минус интеграл от У делить на Т. У делить на Т. У делить на Т. Да. Минус интеграл от У, и тогда здесь единица? Ну, это очевидно. Так? Так? Да. А когда? Е минус ЛН от Т равно… Минус Т? Минус Т? Да. Нет. А, Т в минус первой? Типа один делить на Т. Хорошо. Тогда теперь мы можем умножить и ту, и другую часть. У нас получается, здесь будет один делить на Т У штрих, потом вот минус один делить на Т квадрат умножить на У равно один делить на Т. Замечаем, что это складывается в такую штуку. Один делить на Т умножить на У, все штрих равно один делить на Т. Так где здесь мы можем написать уже один делить на Т умножить на У, а здесь у нас будет интеграл от один делить на Т ДТ, ДТ плюс С. Если непонятно, задавайте вопрос. Когда у нас это один делить на Т У равно ЛН Т плюс С, да, 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 тут модуль, ЛН Т плюс С, еще умножаем на Т, остается У равное ЛН модуль Т умножить на Т плюс С умножить на Т. И тогда возвращаемся к Х У из этого. Если у нас У это один разделить на Х, то Х это один разделить на У. Соответственно, у нас Х от Т равно... Так, сейчас. Если это У, один разделить на У. То есть один разделить на вот этот ЛН Т умножить на Т плюс С умножить на Т. И еще нам нужно задачу Каши решить. Если мы знаем, что у нас Х от единицы это единица, значит, мы можем сказать, что у нас один равно один разделить на натуральный логарифм модуля единицы умножить на один плюс С умножить на один. Тогда натуральный логарифм от единицы это 0, 0, да, 0 умножить на 1, 0, то есть у нас один разделить на С это единица. То есть С отсюда получаем, что С равно одному. И переписываем вот эту штуку Х от Т равно 1 разделить на натуральный логарифм от модуля Т умножить на Т плюс Т. Продолжение следует. Продолжение следует. Потому что там будут пробы. У меня вопрос есть? Хорошо. Кто есть, другой кандидат. Кто поднял первое? Я не знаю. Дружба. Честно? Кто первый поднял? Кто? А, нет. Ты никогда не решил на доске, да? Или он только на самом первом железе шел? Кто не решил из этих четырех на доске? С кем решил? Я почти решил. Я тоже решил. Я только на первом решил. Тогда кто переподнял? Ваша. Не наблюдает. Можно я выйду уже? Это решайте сами, мне без разницы. Я могу сказать, что я увидел столовую мишу. Кто поднял? Мне показалось, что Ратюм. Ладно. Хорошо. Хорошо. Положи вот это где-то в удобном месте. Может быть, это штука кстати. Я может подступок. Да, я. Спасибо. 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 Найти решение задачи x штрих Равняется x умножить на открываться скобки t плюс x Да, и x умножить равняется Хорошо Для начала приведем к виду Это у нас будет x т плюс x квадрат Равняется x квадрат Равняется x квадрат Равняется x квадрат Стрих Минус x т Равняется x квадрат Так, ну что можно сказать Это первого порядка Нелинейная Типа вирнули Не автономная так ну первое что мы делаем делим на x квадрат получаем x штрих x минус второй степени минус t на x минус 1 равняется единице производим замену говорим что некое у равно x минус 1 вычисляем у штрих это у нас будет минус 1 x минус 2 на x штрих и производим замену это у нас заменяется на минус у штрих здесь у нас минус ту равняется единице домножим все на минус 1 у штрих плюс ту равняется минус единица так и это у нас появляется ли это развеющимися переменными нет наверно вы решаем через умножить лейлер у нас будет равен есть степени интеграла так тп дт это у нас е в степени т квадрат на 2 домножаем все но вот этот смножитель получаем и степени т квадрат на 2 у штрих плюс е в степени т квадрат на 2 у равняется минус единица так вот это у нас производное произведение есть степени т квадрат на 2 у а я здесь не намножу минус е т квадрат на 1 собственно можно и равно и интегрируем по т получается здесь сразу можно записать избавляемся от штриха е в степени т квадрат на 2 у равняется интеграла минус е т квадрат на 2 по дт плюс цель это у нас будет равно экспонента точно такой же остается но сейчас сейчас будет т квадрат на 2 по дт плюс 2 т получится просто т т есть не нравлю Есть некоторые интегралы, которые нельзя вычислить в терминах элементарных функций. Элементарные функции мы говорили, что такое, да? Да, но полиномы, тригонометрические функции, экспоненциальные, все их алгебрейские комбинации и обратимые обратные функции. Вот, смотрите, специальная функция – это функция, которую нельзя описать в терминах аналитических функций, и иногда это просто функция, которая либо имеет какое-то интегральное выражение, либо удовлетворяет конкретному дифференциалному уравнению. Смотрите, вы знаете, что Y – это есть степень X, да? Вы знаете, что Y – это хорошо уравняется? Просто есть степень X, да? Значит, отсюда получается, что Y равняю Y' Так что можно использовать с каждым определением функции есть степень X, что это функция, которая удовлетворяет этому дифференциалному уравнению, а наоборот. И есть… Вы видели функцию ошибок? Функция ошибок? Да, то есть определение. Как будто было что-то такое. Функция ошибок – это функция, которая определяется А позначает шерсть R и F, вот это R. F – это по-английски это error, это ошибка, да? Ошибка. R F от X, это будет интеграл 2 делить на корень из π, интеграл с 0 до X, если это не может быть в квадрате, dd. То есть, смотрите, вот эта функция ошибок имеет разные выражения, а одно интегралное выражение этой функции – это вот такое. Так что вот это ты играл, где степени D в квадрате пополам или D в квадрате пополам? Минус D в квадрате пополам? Минус D в квадрате пополам. Минус D в квадрате пополам. Но, я думаю, что вы доказали этот Маханалий, то есть, что вот эта интеграла есть в стермоаналитических функциях. Не доказали? Наверное, нет. Есть доказательства, что этот интеграла нельзя вычислить в стермоаналитических функциях. Так что вот этот интегрирование, смотрите, интегрируем патент, у нас будет зависеть только от их. Это функция от их. Эта известная функция появляется во многих приложениях, называется функция ошибок. Сейчас можно, в принципе, этот интегрирование стараться вычислить в терминации этой функции. Выразить как-то через функцию ошибок? Но тут можно, в принципе, интегрировать, можно интегрировать с 0 до x. Можно? Имеем право, да? Интегрировать везде. Тут у нас есть даже начало условия. Тут можно интегрировать с 0 до x, да? ДТ. Ну, тогда еще черту тут поставить. Да. И тут от 0 до x, но тут не будет уже конца, да? А куда у нас это? Тогда надо еще и скобки взять. Хорошо. Так, а ценам не нужно? Нет, потому что 0 до x это не определенный предел. Так. Ну, здесь у нас будет... Т квадрат на 2 от 0 до x. Это у нас уe x квадрат на 2. А если t будет равен 0, то это просто u. А здесь я все равно не... Правая часть... Я не очень понимаю, что это сделать. Как нам правую часть свести к этому? Получается, что есть... Да. То есть есть определение еще функции ошибок. Здесь у Вас! ydла. 2 делит на корень из пи, 0, икс, ге степени тэв кандратия дэ тэ. Вот можно сюда. Ага. Ну ладно. То есть это что-то мне t на i умножить на t, да? Меня смущает вот эта вот знаменатель 2. Мы не можем выносить e степени 3 квадрат пополам, как и степени 3 квадрат, чтобы есть степени 1 вторая. А, 1 вторая можно выносить. А, ну все, понятно. Через даже error function. Да, я понял. Она просто оценивается по же самому. Да, да, я понял. Так нам через что выразить тогда лучше? Давай error function ошибам, потому что это... Вот это, да? Махмарка имеет название для второй функции, но не широко известно. Хорошо. Сейчас выразим. Ну, вынесем e 1 вторая. Сейчас стоит 0 до x, но вынесем минус e 1 вторая. Так как вынеси e 1 вторая. Здесь это e в t квадрат, домноженное на e в степени 1 вторая. А, нет, стоп, не так. Я не понял. Да. Я понял. Тут надо просто... Мы могли так сделать, если бы степени была сумма плюс 1 вторая. Все в квадрате пополам. Ты что скажешь, как d делит на формы из двух, все в квадрате. Ну, да. Это у меня... Тут у меня стена и ты. Но это будет какое-то u в квадрате. Ничего не понял. Сделай замену. Ладно, сделаю замену. Т.е. мы просто вот это переписываем как какой-то u. Т.е. делаем... Т.е. делить на корень из двух. Ипох Моб Administration . Т.е. делайте себе мобильник. Используйтесь. Т.е. дайте мне лendsлень. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...